В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Для вас работает Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. Больше четырех тысяч детей пришли на традиционную елку главы. Этот лампский, как будто в юге... В конце декабря отмечается 33 года со дня образования службы МЧС. Днем и ночью мы всегда надеемся на вас. Пациенты Винно-Скадетской поликлиники получили подарки к Новому году. Поздравляю всех жителей Ленинского городского округа с наступающим Новым годом. Канун Нового года, время подведения итогов. В 2023-м в Ленинском округе произошло множество событий, о которых мы рассказывали в наших выпусках новостей. Конечно, все их вряд ли возможно показать. Слишком длинный выпуск получится, а вот некоторые из них давайте вспомним. В январе одним из ярких событий стало открытие поликлиники в ЖК «Зеленые аллеи». Несколько лет местные жители мечтали о том, чтобы у них появилось свое медицинское учреждение. Мы довольны, мы рады. Спасибо большое всем, кто помог, кто принимал участие в строительстве. В феврале мы рассказали об инспекторе Ленинской ГИБДД Андрея Ильине, точнее о его хобби. Андрей занимается пауэрлифтингом, силовым видом спорта, где в различных позициях необходимо поднимать штангу максимально тяжелого веса. В его копилке немало наград. Спорт – это отдых. Это просто отвлечение от всего, от личного мира. Когда я в спорте, я думаю только о весах, о достижениях и обо всем. То есть я расслабляюсь. Бесспорно, одним из ярчайших событий марта стал традиционный конкурс «Рыцарь года», где за звание самого спортивного, умного, харизматичного и артистичного борются представители учебных заведений Ленинского городского округа. В этом году звание завоевал ученик 5-й видновской школы Матвей Долтов. Поддержка – это всегда крылья артиста. Если бы сейчас не был зал наполнен моими любимыми коллегами по школе, то мне кажется, я бы не сделал того, что я сделал сейчас на сцене. В апреле особый интерес вызвала необычная экологическая акция. В тех местах, где будет идти строительство Южно-Латкаринской автодороги, местным жителям разрешили выкапывать деревья, чтобы посадить их у себя рядом с домом и таким образом не дать им погибнуть. Здесь пойдет бульдозер, мы понимаем, будут деревья воспилены. Но большие деревья мы не сможем спасти, но вот такие маленькие, двух-трех годовалые. Есть возможность дать им жизнь старую, чтобы они на территории нашего округа где-то так же росли. В мае мы рассказали о фотовыставке нашего коллеги, оператора Первого канала Владимира Гриневича. Экспозиция под названием «Зеркало нашего времени» открылась в Видновском историко-культурном центре и была посвящена бойцам, воюющим в зоне СВО. Человек, который будет смотреть в глаза вот этому парню, чтобы они знали, кто он, хотя бы кто он. Он артиллерист, все, больше ничего не надо. Просто дальше смотрите на него, посмотрите, может быть, вы увидите в нем знакомого. В июне героиней одного из наших сюжетов стала воспитанница центра «Дельфин» Виктория Таранникова. Подающая большие надежды юная спортсменка стала чемпионкой Московской области по плаванию. Я бы хотела добиться чего-нибудь, например, олимпийской чемпионкой стать. Моя мечта и буду идти к этому. Есть возможности, все получится. В июле мы рассказали о кружке английского языка, в котором занимаются люди преклонного возраста, живущие в развилке. Он работает в рамках губернаторской программы «Активное долголетие». Занятия проходят очень интересно и разнообразно, можно сказать. То есть мы поем песни и читаем стихи, читаем сказки, переводим. В прямом смысле ярчайший сюжет августа был посвящен показу мод, который организовали преподаватели и воспитанники детского лагеря «Лесная сказка». Особенностью модного мероприятия было то, что наряды делались не из тканей. Сложно было это вообще делать платье и разрывать пакет и мерить. У нас было всего лишь два вечера, так что за один вечер вчера мы его сделали. В сентябре мы побывали на необычной выставке, которая открылась в здании бывшей станции Ленинской. Источником вдохновения для создания творческих объектов на этой экспозиции послужили денежные знаки советского времени. О советском сейчас говорят, им интересуются по нему, ностальгируют. Им интересуется и простой человек, гражданин нашей страны, и научное сообщество. И мы здесь эту историю рассказываем, но рассказываем через деньги, через купюру, через монету. В октябре состоялось долгожданное открытие Центральной Видновской библиотеки после масштабной реконструкции. Теперь она не только приобрела современный интерьер, но и стала по-настоящему многофункциональным культурным центром. Модельные библиотеки отличаются от обычной своим комфортом, удобством, новой мебелью и, конечно же, новыми книгами, которые ждут читатели. Еще об одном долгожданном открытии мы рассказали в ноябре. Видновский лесопарк принял первых гостей. Таким образом, в Ленинском округе появилось еще одно место для отдыха и занятий спортом на свежем воздухе. Очень много прогулочных дорожек, очень много, несколько десяти километров. Сделали зону, так сказать, для посиделок. Там скамейки люди, освещение все там есть. Подготовка к Новому году в Ленинском городском округе начинается в первых числах декабря. И стартует она с традиционного парада Дедов Морозов, во время которого бьют в барабаны, играют с детворой, сжигают елки и раздают сувениры. У вас есть подарок? Да, посмотрите, пожалуйста, у меня есть шоколадка от русского Санта-Клауса. Я очень тронут этим подарком. Спасибо большое. Более 1100 сюжетов вышло в этом году в новостных выпусках нашего телеканала. Впереди Новый год и новые рассказы о людях и событиях, происходящих в Ленинском городском округе. Максим Козлов, Гульнара Балаева и весь коллектив телеканала Видное ТВ. По дворце Спорта Видное прошла традиционная елка главы. Более 4000 юных жителей округа побывали в волшебной сказке, которую для ребят подготовили артисты театра «Тодес». Подробнее в сюжете Натальи Буслаевой. Перед началом спектакля в фойе дворца Спорта Видное для юных гостей праздника было подготовлено много сюрпризов. Ребята могли потанцевать со своими любимыми сказочными персонажами и поучаствовать в веселых конкурсах. Мне нравится, что всегда ты понимаешь, что это может стать не по-настоящему, но ты как бы погружаешься в это. Посмотрели немножко программу, но дети маленькие, боятся одни, поэтому гуляем пока, фотографируемся. Вообще организовано хорошо все. Многие мальчишки и девчонки творчески подошли к выбору костюма для торжества и сами превратились в волшебных героев. Даша Учаева решила, что пойдет на спектакль в комбинезоне со сверкающими блестками, как настоящая новогодняя фея. В прошлом году я наряжала с Негорочкой, и когда костюм стал мне мал, я решила найти такой праздничный наряд, потому что я хожу на черлининг, а у меня есть блестки, и они подходят к этому костюму. Помогали ребятам пройти в зал и занять поудобнее свои места на трибуне волонтеры. Мы стараемся, чтобы всем было комфортно, детям очень сильно нравится, артисты молодцы, всем весело. Артисты театра Аллы Духовой Тодес открыли для детей двери в волшебный танцевальный мир. С принцем и принцессой, добрыми волшебниками, коварными чародеями и говорящими животными. Яркие костюмы, необычный сюжет, красочные декорации и зажигательная музыка, несомненно, произвели на юных зрителей большое впечатление. Очень веселое настроение, и я здесь уже в прошлом году была, и мне тоже понравилось, и в этом году мне тоже понравилось. В основном здесь собрались дети из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, а также дети, которые достигли определенных успехов в учебе, в спорте, в искусстве. Спектакль-сказка «Волшебная планета» – красивая история о преданных друзьях, о том, как важно быть честным, смелым и не отступаться от своей мечты, и всегда верить в чудеса. Этот варс, как будто бьюга, смотрим мы в глаза друг к другу, большинство должно случаться и сбываться. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В пожарной части Видного отпраздновали 33-ю годовщину со дня образования МЧС. Начальники подразделений подвели итоги года. Наиболее отличившимся на службе вручили памятные награды. Слово Ингенчук. Начальник управления по территориальной безопасности Ленинского городского округа Вадим Димов поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником и отметил их неоценимый труд и героизм. Ваш праздник приходится в канун Нового года. Мы все прекрасно знаем, что службу спасателей не имеет выходных и праздничных дней. Днем и ночью мы всегда надеемся на вас. За 2023 год сотрудниками МЧС было совершено более тысячи выездов, потушено около 400 пожаров силами 180 сотрудников спасательных служб и 20 единицами техники. А помощь людям всегда нужна самая разная. Часто там бывает бабушке, дедушке помочь. Кому-то ребята даже ездят окошко после пожара вставить. И такие случаи бывали. И там лед от двери отдолбить. Такие тоже есть к нам обращения. И люди получают обратную связь и помощь от нас. Несколько раз в год в пожарной части города Видное проводятся инструктажи для молодого поколения, где подробно разъясняется, почему нельзя играть с огнем. Благодаря их предостережениям в этом году значительно сократилось количество несчастных случаев. По статистике, которую мы ведем, наблюдается снижение количества пожаров, произошедших на территории округа. Также наблюдается у нас снижение количества погибших и травмированных людей на пожарах. Поэтому это наше самое основное достижение. Вся наша командная работа, направленная на предупреждение пожаров, и результат данной работы, он, соответственно, виден уже по тем цифрам, которые мы наблюдаем. Сотрудники МЧС ежедневно показывают высокий профессионализм, оперативность и мужество в своей непростой, но такой необходимой службе. Инга Янчук, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ Предприниматель Андрей Макалкин и представитель молодежного парламента муниципалитета Александра Ульвис поздравили с наступающим Новым годом и Рождеством маленьких пациентов детской поликлиники, а также ее сотрудников. Детали в следующем сюжете. Дед Мороз и Снегурочка – главные сказочные персонажи Нового года. Они всегда олицетворяют праздничное настроение и подарки. Андрей Макалкин вместе с Александрой Ульвис уже не первый раз пристают в этих образах и поздравляют с наступающими праздниками. Для этого они пришли в Видновскую районную детскую поликлинику. К нам приходит Дед Мороз и Снегурочка поздравляют наших пациентов. Они очень радуются. Мы вводим хороводы, устраиваем мероприятия. Новый год – это ожидание настоящего чуда. Особенно трепетно к волшебному празднику относятся дети. Нынешнее поколение, оно нынче уже подрастающее, рано развивается и уже перестает верить в чудеса. И хочется как бы это продлить. Ну и подарить просто им счастье, радости, улыбок. Без внимания не остались и сотрудники медицинского учреждения. Взрослым тоже приятно получить подарок, пусть даже небольшой. Желаю всего самого наилучшего в следующем году. Спасибо. Чтобы детишки поменьше болели. Конечно, самое основное, самое главное в настоящее время. А также Андрей Макалкин обратился к жителям округа с теплыми словами. Поздравляю всех жителей Ленинского городского округа с наступающим Новым годом. Желаю крепкого здоровья, счастья, позитива. Ну а маленьким, чтобы забывали все желания. До Нового года Андрей Макалкин планирует вручить еще не один подарок детям из нашего муниципалитета. Юлия Астаферова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Сотрудники ГИБДД и МЧС провели совместные рейды, напомнили автовладельцам и пешеходам о правилах дорожного движения, а также о соблюдении мер пожарной безопасности. И, конечно, поздравили с новогодними праздниками. Сотрудники госавтоинспекции останавливали машины, в которых находились дети, и раздавали им яркие светоотражающие браслеты, памятные листовки. Помогали им аниматоры в костюмах Деда Мороза и огнетушителя. В новогодние праздники все расслабляются, отдыхают и немножко упускают из виду дорожную безопасность. Хотелось бы обратить на это внимание. Это совместная наша работа, которую мы ведем постоянно в разных локациях нашего Ленинского городского округа. Напомним, что в новогодние праздники сотрудники ДПС будут патрулировать улицы Ленинского округа для выявления нарушителей правил дорожного движения. Во дворце «Культура видная» прошел финал игры «Думай, знай, познавай». Школьники приняли участие в битве за звание самого умного. Вопросы были подготовлены не из легких. За накалом игры следила Инга Инчук. Месяцы изучения разных тем и направлений не прошли даром. На интеллектуальной игре встретились ученики пяти школ, которые прошли отборочные туры и вышли в финал. Каждая из команд была настроена решительно. Мы все здесь готовились с ребятами. Некоторые темы были известны, по типу Шекспир, Пушкин и так далее. С ребятами читали. Очень волнительно и очень хочется победить, естественно. Сидели, строчили всю литературу, готовились к ней. Думаем, что идеально отыграем сегодня. Каждой команде необходимо было одержать победу в 12 играх, чтобы дойти до финала. За множество турниров ученики разработали собственные методы подготовки. Секретом успеха своей команды поделилась Настасья Коструба. У нас каждый участник отвечает за некоторые дисциплины. И поэтому я могу с уверенностью сказать, что все дисциплины, которые представлены сегодня в билете, мы знаем. Бессменный ведущий игры «Думай, знай, познавай» Кирилл Махров. Он занимается разработкой вопросов, большая часть которых основана на школьной программе. Чтобы хорошо играть, нужно хорошо учиться. Тематика – история, литература, география, знаменитые люди. Здесь будут даже исторические вопросы, приоткрою вам секрет, будет тема называться про Новороссию. Призовых мест было пять, поэтому наград удостоилась каждая команда, вышедшая в финал. Инга Янчук, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Вес взят. В спортивном клубе «Богатырь» прошло открытое первенство Ленинского городского округа по тяжелой атлетике. Соревнования проводятся несколько раз в год и традиционно собирают много участников. На этот раз выступили 35 атлетов. Все они воспитанники легендарного клуба «Богатырь», который вот уже 40 лет – настоящая кузница спортивных звезд со штангой. Недавно у нас спортсмены участвовали во всероссийском турнире в городе Тула. Проходило несколько первенств Московской области в разных городах. У нас в одном из таких первенств девочки заняли первое место, мужчины и юноши – третье место, общекомандное. Так что мы на хорошем счету. Сегодняшним участникам первенства от 9 до 15 лет Вадим Кухарский в тяжелой атлетике полтора года. Чтобы заветные слова «вес взят» звучали как можно чаще, молодой человек тренируется почти каждый день. Я пришел сюда просто качаться, накачать тело, естественно, не понимая, мне начали азы тяжелой атлетики. Ну и меня закрутило и понравилось. Решил продолжить. Я начал более себя увереннее чувствовать и сильнее стал, более легче поднимать какие-то веса, помогать родителям. Немало в тяжелой атлетике представительниц прекрасного пола Маргариту Рязанова в зал привела мама. До этого были карате и айкидо, но штанга победила. За год под руководством опытных наставников девушка добилась многого. Я выступала на всероссийских соревнованиях. Мой рекордный вес – 32 рывок и 44 толчок. Сегодня цель – побить рекорды. Уже в январе многие воспитанники и богатыря примут участие во всероссийских соревнованиях по тяжелой атлетике. А сейчас рубрика афиши выходного дня, и мы расскажем вам о том, как можно провести праздничные дни. 30 декабря в субботу во Дворце культуры «Видное» пройдет сразу три новогодних спектакля народного театрального коллектива «Твит». Начало в 11, 13 и 15 часов. Билеты в кассах ДК. Также в субботу в 12 часов в Центральном парке состоится праздничная программа путешествия в Новый год. Приглашаются родители и дети. Зарядитесь хорошим настроением на свежем воздухе. Там же в Центральном парке 31 декабря в 15.00 развлекательная программа «Новый год под шубой». Вас ждут музыкальный конкурс и дискотека. А через 30 минут после наступления Нового года около кинотеатра «Искра» начнется главный праздничный концерт округа. Приглашаются все желающие. Давайте проведем новогоднюю ночь вместе. А у кого останутся силы, 1 января в поселке Володарского около дома номер 42 по Зеленой улице пройдет праздничная дискотека «Диско-елка-2024». Также развлекательные мероприятия будут проходить в течение дня на многих площадках округа. Желаю вам счастливой новогодней ночи! И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч!